Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. На этом канале мы обычно пьем очень много кофе, о чем мы очень много сплетничаем. Но сегодня тревожные времена, и поэтому мы обсуждаем также серьезные темы. Поэтому огромное благодарность всем, кто только что зашел, кто впервые на канале. Добро пожаловать! Сплетни новости у нас на этом канале каждый божий день. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте пообсуждаем, что случилось новое за последние сутки. Виза и Мастеркарт решили приостановить свою работу на территории России. Виза сделали официальное заявление, цитата, «Мы сожалеем о том, какое влияние это окажет на наших уважаемых коллег, а также на клиентов, партнеров, продавцов и владельцев карт, которых мы обслуживали в России». Официальное заявление от Мастеркарт о решении о приостановке оказания услуг на территории РФ не далось легко. Компания работает в России более 25 лет. Обе компании ушли вчера, сделали официальное заявление, что они уходят с российского рынка. И на данный момент, насколько я понимаю, некоторые банки можно пользоваться картами Виза и Мастеркарт до 9 числа. Некоторые банки ограничивают 13 или 14 числом. Опять же, карты Виза и Мастеркарт продолжат свое хождение на территории России и можно делать все покупки. То есть, как обычно, опять же, если вы едете за границу, то вы не сможете использовать свою Виза или Мастеркарт. Также вы не сможете делать покупки онлайн из-за магазинов, за рубежом. Сложная ситуация. До последнего я не верил, что Виза и Мастеркарт все-таки уйдут из России. Опять же, все говорят, уходят они временно. Все уходят сейчас с российского рынка временно. Мне интересно, как скоро они вернутся. Опять же, не могу сказать, что я знаю. Я верю, что все они в итоге вернутся. Одно дело, Россия это огромный и вкусный кусок бизнеса. Другое, я не верю, что настолько сложная ситуация будет длиться долгий период времени. Сейчас всем рекомендуют перейти на карту Мир или на китайский аналог UnionPay. Опять же, где работает карта Мир? Похоже, главная карта сезона для россиян на сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кипр, Арабские Эмираты, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Внимательно наблюдаем за этой ситуацией. Не верил я, что мастер-карты визу уйдут, но сделали они все-таки такое сложное решение. В первую очередь, для себя продолжается вот эта вот повальная охота на ведьма, на людей с российским гражданством, на людей русских по крови. На данный момент культура отмены как она есть. Российского гонщика Никиту Мазепина все-таки попросили из Формулы-1. Парень выступал в американской компании ХАС. Сначала ХАС расторгли свой контракт, рекламный контракт с главным спонсором компании Урал Никель. Я напомню, компания, где одной из ключевых фигур как раз и является отец Никиты Мазепина, Дмитрий Мазепин. А затем, как все в принципе и прогнозировали, Никиту Мазепину попросили из Формулы-1. Я не понимаю, ребят, я отказываюсь принимать тот факт, что сейчас людей сегрегируют, преследуют и лишают прав только потому, что они русские, только по национальному признаку. Я повторюсь, сейчас в Европе все сложнее и сложнее громко говорить на русском языке. Повторюсь, когда вы говорите на русском языке, вы не всегда русский. Вы можете быть из Прибалтики, вы можете быть с Украины, обрасаться на каждого, кто говорит на русском языке. Это в корне неправильно, потому что очень многие русские, особенно живущие в Европе, не одобряют действия президента Путина, не одобряют военные действия России на территории Украины. Поэтому я очень прошу, пожалуйста, хватит преследовать русских только по национальному признаку. В корне неверно, в корне неправильно. И это должно немедленно прекратиться. Виктория Боня сделала заявление у себя в своем инстаграме. Цитата. Я сейчас разговаривала с девочками, которые здесь живут. Мы здесь говорим про юг Франции. И они говорят, что у многих на юге Франции, например, в Монако отнимают банковские счета и забирают документы, а потом звонят и говорят, мы лишаем вас резиденции. То есть вида нажительства. Так вот, отсюда потихонечку выживает русскоязычное население. Так заявила Боня. Цитата. За меня не волнуйтесь, у меня здесь другая история. Дочка все-таки гражданка Монако. Так заявила Боня. У меня огромные сомнения, насколько она там гражданка Монако. Но, тем не менее, так она утверждает. Вы знаете, ребят, для меня здесь немножечко попахивает таким серьезным и хорошим лицемерием. Потому что, когда русские гуляли, а гуляли они всю планету и гуляли они щедро и очень красиво, все закрывали глаза и на коррупцию, и на привязки к Кремлю, и на источники тех самых бешеных денег, которые русские тратили в Европе. А сейчас же начали всех направо и налево косить под корень, лишать вида нажительства, закрывать банковские счета и аннулировать кредитные карты. Вы серьезно, ребят? Ну, неужели вот такое лицемерие сейчас, оно уместно? Повторюсь, многие люди, которые в итоге пострадают, люди, не имеющие никакого отношения к военным действиям России в Украине, люди, которые не одобряют, повторюсь, эти самые военные действия, но в итоге страдают они неимоверно. Кабаева сделала официальное заявление. Вы знаете, спорное заявление, но, тем не менее, зерно в этом самом заявлении есть. Руководство многих международных спортивных организаций, эта цитата Кабаева, давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их забота о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт. Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч жителей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но их очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс от нацистов. Это, повторюсь, не мои слова, это цитата Алины Кабаевой. И дальше она добавляет. Вы так старались унизить россиян, что запретили наши силы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом, отстраняли их от соревнований, а мы все равно побеждали. Вы знаете, ребят, повторюсь, для меня больнее всего смотреть на такие замечательные моменты, как спорт. Спорт, он в принципе вне политики, он обязан быть вне политики. Спорт, он объединяет людей всех наций, всех языков, всех вероисповеданий, потому что спорт это замечательно, не в первую очередь, потому что это физические какие-то нагрузки и люди ставят новые рекорды. А спорт это то самое, что обязано быть вне политики. Не получается сейчас, не в это время. Я считаю, что вот эта вот истерия, повальная русофобия должна пройти и должна пройти скоро, потому что на данный момент это начинается уже какое-то мракобесие, которое не подается никакому логическому умозаключению, потому что нет никакой основы. Очень огромное количество русских против войны, их никто не спрашивает, им затыкают рты. И сейчас с новым законопроектом, о котором мы говорили в моем последнем видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть, кто пропустил новый закон о фейках. Под фейк можно вытащить все, что угодно, притащить за уши. Сейчас любое высказывание в интернете может впоследствии привести вас к уголовному делу и к 15 годам заключения тюремного, потому что это военные действия, и сейчас начали вот эту вот борьбу с фейками. Поэтому не требуйте от русских громких заявлений. Люди сами себе не принадлежат, люди страдают, люди без свобод. Поэтому нельзя, вот когда человек упал, нельзя бить ногами. А этим сейчас занимаются с упоением весь мир. И это я неимоверно осуждаю. Симонян, Маргарита, заявила, предложила национализировать Икею. Она сейчас была на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Цитата. «А что мы не национализируем просто эту Икею? Все эти склады, все эти магазины, там работают наши люди. Они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что для этого закон надо принимать». Конечно, ребят, когда ты смотришь на федеральные каналы, сейчас, к сожалению, на самом деле. Потому что мне было бы очень интересно послушать позицию федерального канала, то есть позицию Кремля. Что происходит в Украине. Но на данный момент в Европе лично у меня нет доступа. Мне к России 24, мне к НТВ. Эти каналы заблокированы. Я не могу найти ни одни новости. Но мне было всегда смешно и забавно, на самом деле, смотреть федеральные каналы, особенно вот Соловьева и Скобеева, потому что люди несли отчаянное мракобесие. Но опять же, для общего развития, для того, чтобы понять, как ситуация образуется, дайте нам посмотреть, пожалуйста, российские федеральные каналы. Я считаю, что неуместно сейчас закрывать какие-то каналы, какие-то источники, потому что люди сами должны делать выводы, люди сами должны самообразовываться. А если вы нам не даете никакой источник информации, я здесь в Европе, у меня на данный момент нет никакой информации о том, какую информацию дают федеральные каналы в России. И повторюсь, я не верю ни слова, для меня это забавно смотреть, но для общей картинки я считаю, это необходимо. Всегда Варламов говорил в своих видео, зачем вы блокируете российские, вот эти вот прокремлевские федеральные каналы. Дайте людям сделать выбор. Не нужно за людей принимать никакие решения. Но вот, тем не менее, имеем то, что сейчас имеем. Каналы заблокированы. Вот такими вот кусочками получаем какую-то информацию. Информация, конечно же, абсурдна. Но опять же, в свете наших сегодняшних последних событий. Да я и не удивлюсь, если ту же Икею сейчас национализирует в счет государства Россия. Алла Пугачева все-таки действительно выехала из России. Сейчас она находится на территории Соединенных Штатов. Уехала она туда вместе с Максимом Галкиным, насколько я понял, и со своими детьми. Насколько я понял, Кристина Арбака, это сейчас в Америке. И все, у кого есть хоть какая-то возможность куда-то уехать, бегут из России. И здесь мы говорим про людей, ну, которых, конечно, в первую очередь, есть куда бежать. Но огромное количество людей сейчас замкнулись, закрылись, потому что боятся высказывать любую позицию. Потому что если ты выскажешься что-то против основной линии партии, у тебя может быть элементарно конец карьеры. Если не конец, свобода, потому что можно притянуть тебя как фейк. А если ты фейк, то тебе и 15 лет может грозить. Начали снимать абсолютно все плакаты, которые рекламировали. Новый концерт Валерия Меладзе. Он высказался о спецоперации, о войне в Украине, которую развязала Россия. Это вызвало огромный гнев поклонников. И вот сейчас концерты артиста полностью отменены, говорят, под угрозой срыва. Но на самом деле снимают плакаты, никто его никуда пускать не будет. Цитата. Стоимость билетов на концерт любимца российских женщин достигала 60 тысяч рублей. Самый дешевый билет можно было купить за 20 тысяч. И вот, пожалуйста, вам сейчас все эти самые концерты отменяют только потому, что Валерий Меладзе осудил военные действия России в Украине. Смотришь на то, как падают состояния российских миллиардеров. Это просто какие-то ужасающие цифры, ужасающие убытки. Перед санкциями абсолютно все равны. И вот, пожалуйста, под подсчетом журнала Forbes самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук. Это Уайлберрис, да. Стремительно теряет деньги. Только за 1 февраль стоимость компании Уайлберрис упала почти в 2 раза с 7,6 до 4,2 миллиарда долларов. Ирония в том, дорогие мои сплетники, что в рублях сумма в каком-то смысле осталась неизменной, учитывая падение национальной валюты. В последние дни вот сейчас Тинькофф вылетел, ну мы уже говорили об этом, из когорта миллиардеров. У него сейчас личного состояния только лишь 760 миллионов. Смешно мне, конечно, смотреть на переживания и метания миллиардеров. Но, ребята, затронут абсолютно всех. И вот мне сейчас интересно, дорогие мои россияне, украинцы, как вы сейчас видите свое ближайшее, ближайшее будущее. То есть вот будущее, которое буквально за углом. На что рассчитываете, если какие-то сбережения много ли уже потеряли? И цены, конечно, цены. В Европе цены растут, бензин взлетает. Цены на газ провоцируют цены на отопление. Какие-то безумнейшие цены сейчас начались в Европе. И если Европа не соберется и не найдет какие-то альтернативные источники отопления, эта зима, которая будет, будет сложнейшей, потому что она неимоверно ударит по карманам обыкновенных граждан Европы. Мне интересно послушать вас, дорогие россияне, дорогие украинцы. Что с вашими личными сбережениями, если они были? Много ли потеряли? И если потеряли, то вообще, когда все вернется на круги своя? Постоянно сейчас повторяюсь. Господи, верните нам 2020, когда весь мир сидел на самоизоляции. Люди сидели дома, занимались спортом, кушали тортики, бухали винишко. И было, в принципе, все спокойно на всей планете. Вы только посмотрите, во что сейчас превращается 2022. 2022. Начало такое, как самый настоящий дурной сон. Ты не хочешь открывать глаза, ты не хочешь открывать телеграм-канал, потому что каждый день приносит какие-то ужасающие, сюрреалистичные новости, к которым ты не был готов и в которых ты не веришь в эти самые новости. Читай их, потому что изо дня в день все ситуация, она становится все мрачнее и мрачнее. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники. Давайте, пожалуйста, пообщаемся. И, пожалуйста, сейчас сложное время, неимоверно сложное время. Давайте относиться друг к другу с уважением, потому что сейчас у всех боль, сейчас у всех шок, сейчас у всех состояние фрустрации. Если мы сейчас начнем продолжать заниматься враждой в комментариях, если мы начнем продолжать радоваться войне в Украине, санкциям в России. Ребят, ну не так строится мир. Давайте стараться хотя бы, вот я не знаю, в нашем сообществе поддерживать тот баланс здравого смысла и пытаться хоть как-то исправлять ситуацию, во что ввели наш мир сегодня, сильный мир из сего. Давайте пообщаемся в комментариях, все комментарии открыты. И, пожалуйста, сейчас у нас у всех, у блогеров, работающих на русскоязычную аудиторию, отменили полностью монетизацию, поэтому работаем все бесплатно. Ребят, все, что я прошу, это большой палец вверх, все, что я прошу, это подписка. Если вы решите поддержать меня, я буду вам неимоверно благодарен. Спонсорская поддержка на канале 49 рублей. Если нет, нет возможности, нет желания, просто палец вверх. Это секунда вашего времени, неимоверно помогает. Телеграм сейчас анонсировал конкурс на создание маски для видео в своем мессенджере. Я напомню, что сейчас Фейсбук официально заблокирован Роскомнадзором на территории России. Инстаграм принадлежит компании Мэтта, которая владеет Фейсбук. И сейчас говорят, ожидают, что Инстаграм тоже будет заблокирован, и поэтому все сейчас ломанули. У кого вообще есть какие-то мозги, наверное, да? В Телеграм кто-то пошел в Одноклассники, кто-то пошел в ВК. И вот, пожалуйста, вам Телеграм заставил выдохнуть всех инстадив, потому что объявил, что будут теперь разрабатывать маски для видеомессенджера в этом приложении. И вот мне теперь интересно, как это будет называться. До этого у нас были инстателки, теперь у нас будут, видимо, телетелки. Ну ничего, девчонки, выдыхаем бузово, можешь начинать пилить кружочки. Теперь ты тоже будешь красивой. Ребят, перетурбации везде по всем фронтам. Я рад, что у нас есть большое комьюнити в Телеграм, почти 160 тысяч подписчиков. Обязательно подписывайтесь на нас, ссылка будет в закрепленных комментариях под этим видео. Вступайте в наши ряды, новости выходят каждую минуту в хронологическом порядке. Вступайте, у нас там тоже неотъемлемая часть нашего сплетнического комьюнити. Черт возьми, рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России. Теперь в агентстве оценивают состояние России как преддефолтное. В Moody's опасаются, что Российский Центральный Банк ограничит платежи для обслуживания долга по государственным облигациям. Знаете, ребят, я смотрю, я понимаю, что когда Кремль начинал свою военную операцию, они наверняка рассчитывали и просчитывали свой потенциальный урон. Они просчитывали те санкции, которые будут включены в отношении России. И наверняка они как-то прогнозировали и надеялись, что они возьмут это все под контроль. Я не знаю, будет ли полнейший дефолт в России, но опять же, вот Moody's понизило рейтинг, преддефолтное состояние. Я не знаю, что люди думали и стоила ли та овчинка той самой выделки, что сейчас в итоге, ребят, в сухом остатке, самые обыкновенные россияне, у которых нет больших сбережений или нет вообще никаких сбережений, пострадают неимоверно. Про то, что происходит сейчас в Украине, это кровью сердце обливается, смотря во что превратилась прекрасная Украина. Украина разбита, разграблена. Огромное количество, более миллиона 700 украинцев сейчас, беженцы военные, беженцы военных действий в Европе. Все потерянные, люди без будущего, люди сломанные. И дай бог сил вам, дорогие мои, где бы вы ни находились, не буду никогда заниматься сегрегацией здесь по национальному признаку, потому что я верю, что здравые, трезвые сплетники никогда не за войну, никогда не за распри и никогда не будут радоваться боли соседа, боли друга, беде соседнего государства. Потому что то, что сейчас происходит, это абсолютное безумие. Ну вот Зара ушла, да, вот, ну как ушла? Временно ушла. Ну сейчас все временно ушли из России. Насколько это временно будет долго, я не знаю. Кто-то говорит месяц, кто-то говорит год, кто-то говорит три года, а может вообще вернутся, а вернутся ли они вообще, неизвестно. Дочка Дмитрия Маликова-Стеша радуется закрытию Зары и других недорогих магазинов бюджетного формата в России. Видим в этом шанс для русских дизайнеров, которым себя тоже причисляют. Только ее бренд на самом деле с трудом, вот так, знаете, с натяжечкой назовешь бюджетным. В хорошие-то годы платье стоили от 15 до 45 тысяч рублей, футболочка за 4. Из последних скандалов, я, кстати, напомню про эту самую Стешу Маликова, перепродавала оренбургские платки за 15 тысяч, которые на родном сайте стоили 5. Вот такую вот модель ведения бизнеса выбрала для себя дочь Дмитрия Маликова. Я надеюсь, что это спровоцирует, я не знаю, производство в России. Я надеюсь, что импортозамещение будет полноценным, полнокровным, и люди в России не почувствуют особого удара и разницы с тем, что было. Мне интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники из России, какие у вас прогнозы, на что вы рассчитываете, и не закупились ли вы охапкой одежды от Zara и, не знаю, полками в Икеа, потому что неизвестно, когда это все вернется обратно. И также говорили, что Zara на самом деле на территории России на 30-45% дороже своего ценника, родного ценника в Европе, а учитывая падение рубля по отношению к евро, я думаю, что цены были бы, в принципе, в Zara и так недоступны, что сейчас будет, я не знаю, ну, будет одеваться у Стеши Маликова, кто знает, ребят. Ну, может быть, что-то вот, знаете, даст толчок бизнесу в России, развивать его и, не знаю, строить новую Россию с ноля. Как еще здесь можно назвать, да? РУ-ТВ и Русское радио обновили список запрещенных артистов. Русская медиагруппа больше не сотрудничает с Салой Пугачевой, Максимом Галкиным, Максом Барских, Верой Брежневой, Валерией Меладзой, Потапом и Настей Каменских, Лободой, Монатиком, Иваном Дорном, Надей Драффеевой, Две Маши и Аквариум. Только потому, что они высказали свою позицию. Вы знаете, живем в уникальный момент, когда твои слова, твое мнение о той или иной ситуации, опять же, говорят, мы здесь не аналитики, мы не аналитики, ребят, мы не политические аналитики, мы не военные аналитики, упаси боже, нет, конечно. Но у всех у нас есть своя личная позиция на то, что сейчас происходит в мире, и как бы сильно мы не хотели, ну, вот, ну, неинтересно нам интересоваться политикой, политика в любом случае будет интересоваться нами всегда, и в любом случае всегда наши жизни, наши благосостояния, наши, может быть, даже свободы будут затронуты, потому что, как только мы высказываем какое-то мнение, вот, пожалуйста, блэк-лист, из которого, я не знаю, выйдете ли вы когда-либо, это раз, а во-вторых, сначала попадаете в блэк-лист русского радио, а потом, я не знаю, может быть, вам заинтересуется ФСБ, потому что вы высказали мнение, которое, может быть, с точки зрения Кремля является фейком, а за это уголовное дело на территории России. Помните, давным-давно из времен, когда мы занимались просто сплетнями и новостями, Аршавина признала, что у нее сифилис, черт возьми. Понимаете, вот я сейчас смотрю на ту самую ситуацию, оглядываясь я на ту ситуацию, и было всем интересно, что у нее за антииммунное заболевание, которое спровоцировало полную потерю носа, но вот сейчас она призналась, что у нее сифилис в запущенной форме, и вот этот вот провал носа, ну вот сифилистический нос, на самом-то деле, да, это, считай, настолько запущенная форма сифилиса. Опять же, Аршавина заявляет, отравила меня мать, отомстила за нянею, и уже давно год сифилиса не меньше, травила упорно, потому и трепанема сифилис, потому что трепанема разновидность инфекции куда проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С октября месяца уже обняли усилия, господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын решили, что теперь дело за малым остаться раскачать психику. Так заявила сама Аршавина. Ребят, я не знаю, что за фантазии, я не верю, что ей вкалывали трепанему сифилиса, ну то есть непосредственно сам сифилис в кровь. Опять же, всякое может быть, но смотря на то, во что она превратилась, то есть сейчас у нее запущенная сложнейшая форма сифилиса, никакое не антииммунное заболевание, и ты смотришь на последствия жизни вот этой вот дамы, и ты думаешь, господи боженька ты мой, на какой момент все превратилось вот в такой вот разломанный замок. Не знаю, для меня это прям немножко из серии теория заговоров, да. Сейчас давайте достанем трепанему сифилиса и будем вкалывать в качестве витаминов заражать человека сифилисом. Ну это, конечно, подсудное дело, это раз, а во-вторых, насколько это реально, я не знаю, но я, конечно, в шоке от таких вот откровений. Кудрявцева, наконец-то, высказалось про то, что семью содержит она сама. Она около 9 лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет, и вот в интервью YouTube-каналу «Начало» Лера рассказала о взаимоотношениях со своим мужем. Ее супруг не романтик, не любит устраивать для любимой ужины при свечах. Как говорит Кудрявцева, он такой, цитата, «молодой старичок, домашний, немножко занудный, финансы у супругов каждые свои, делят они все напополам, но когда какие-то серьезные покупки, они вроде как складываются, а вообще всю эту шарашкину контору Лера Кудрявцева тащит сама на своих плечах. Она является главным добытчиком денег в семье». Интересные у меня вот такие вот откровения. На самом деле все становится потихонечку на свои места. Давно я наблюдаю за этой парой, были сомнения, опять же, о ориентации ее мужика. Но опять же, это все в свете того, что она столько времени была официальной бородой Сережи Лазарева, что всякое может быть на самом-то деле, да? Ну вот интересно мне было послушать вот эту вот историю. И, ребят, вы знаете, честно, сейчас огромная боль Украины, огромная боль у всех. Все, кто переживает, все сплотились, все сейчас в шоке от того, что не знают, к чему это все придет. Поэтому я буду постепенно возвращаться к легкому формату новостей, потому что в наше тяжеленное время это очень важно. Однозначно будем освещать ситуацию с войной в Украине. Однозначно будем поднимать острые вопросы, которые не дают покоя никому. Но нужно немножко давать отдыха себе, нужно немножечко разгружать свои мозги, потому что на данный момент, ребят, сложное время. Давайте сплотимся, давайте потихонечку переходить на наш любимый всеми легкий формат. Опять же, не забывая сложные вопросы, потому что сложный мир. И, знаете, не хочется заходить в Телеграм сейчас, потому что из всех пабликов, от развлекательных до особенно политических, одна новость сложнее для восприятия другой. Поэтому сплетни возвращаются. Спасибо всем, кто ждал. Это все будет. Я вас всех обожаю, дорогие мои сплетники. Знаете, вижу вот эти вот 3,5 тысячи сейчас отписалось. И я понимаю, что это на фоне стресса, на фоне непонимания того, что происходит. Это любая информация воспринимается неимоверно тяжело, неимоверно болезненно. Я понимаю вас всех, дорогие мои сплетники. Поэтому сейчас то время, когда нам нужно просто перетерпеть, переждать, постараться не ругаться, постараться исправить вот этот вот коллапс, во что весь мир сейчас свалился. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, даже несмотря на то, что сейчас война, несмотря на то, что сейчас неимоверно сложнейшая финансовая ситуация, не забываем про братьев наших меньших, любимые всеми собаки-кошки, которые сейчас просто в ужасающих ситуациях, в приютах. Пожалуйста, помогайте. Насколько сил у вас хватит. Даже если просто покормите или просто возьмете усатого полосатого ребенка с улицы себе на передержку, уже огромный плюс в карму вам. Продолжайте доказывать, дорогие мои сплетники, что мы люди с огромным любящим сердцем, которые умеют не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Пожалуйста, берегите себя, дорогие мои. Украина, держитесь, все скоро закончится. Русские, сил вам, свобод вам. Ребят, все будет нормально, потому что никогда не бывает, что черная полоса длится вечно. Скоро все будет хорошо. Мы знаем это, мы терпим, и мы обязательно это дождемся. Я вас обожаю, комьюнити. Не забывайте, пожалуйста, пальцы вверх, не забывайте про подписки. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok